Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как стать военным? Какую подготовку проходят будущие офицеры? И какие социальные гарантии у выпускников военных училищ? Об этом говорим сегодня в прямом эфире. Свои вопросы вы можете непосредственно задавать нашим гостям, представителям подготовительных учреждений по военным специальностям в городах Сызрань, Санкт-Петербург и Череповец. Я представлю наших гостей. Петр Васильев, наш старый знакомый, представляет филиал военного учебного научного центра ВВС, военно-воздушная академия имени профессора Жуковского и Юрия Гагарина, город Сызрань. Добрый вечер! Здравствуйте! Череповецкое высшее военно-инженерное училище радиоэлектроники Министерства обороны Российской Федерации представляет подполковник Геннадий Кольков. Здравствуйте! Геннадий Викторович, здравствуйте! И гость из Санкт-Петербурга, который представляет Михайловскую военную артиллерийскую академию, подполковник, кандидат военных наук Данила Сергеевич Петров. Добрый вечер! Хотелось бы в начале, чтобы вы коротко рассказали о своих вот этих учреждениях, которые вы представляете. Наверное, начнем. Вот Петербург или Череповец? Подальше от Самары находятся. Кто? Давайте я начну. Череповецкое высшее военно-инженерное училище радиоэлектроники готовит специалистов-офицеров в интересах Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Обучение происходит на четырех факультетах. Это инженерный факультет, командный факультет, факультет связи и автоматизированных систем управления. А вы тоже это учреждение заканчиваете? Да, это было в далеком 90-м году. В 90-м? В 90-м. Вот какая у вас специфика и что есть такого, чего нет может быть у других учреждений? На самом деле о нашем училище не так часто говорят, и оно не на слуху может быть, потому что специфика работы весьма такая интересная. То есть, в общем-то, можно сказать, чтобы не выдаваться в подробности, которые нельзя произносить, то мы работаем в интересах как раз начальника Генерального штаба. Наши документы, конечные документы, ложатся на стол как начальнику Генерального штаба, так и министру обороны, ну и в конце концов президенту для принятия соответствующих решений военно-политических. Да. Кого вы пускаете? Кто выходит из стен училища? Как из любого военного училища, из наших стен выходят офицеры в звании лейтенант, которые разъезжаются по всей стороне. Очень много наших выпускников работает за рубежом, ввиду специфики своей специальности. Ну вот такая вот наш вуз. Да, да, да. Данил Сергеевич, у вас что интересного? Наша Михайловская артиллерийская академия готовит достаточно по многим специальностям. Кратко перечислю, буквально некоторые. Это применение эксплуатации средств автоматизации ракетных войск артиллерии. Это применение подразделений разведки. Это применение комплексов артиллерийских. Применение тактических, оперативно-тактических ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня. И одна из новых специальностей – это применение подразделений специального обеспечения. Но опять же, в рамках открытой информации не могу более дать. Но достаточно интересная специальность, связанная с ядерной физикой, скажем так. Очень интересно. А достаточно, мне кажется, если такая специализация, вот будущие курсанты, они находятся. Это же очень узкая, наверное, такая тема. Да, достаточно узкая. Дело в том, что наша академия является единственным в Российской Федерации учебным заведением, военным учебным заведением, которое готовит специалистов для ракетных войск, артиллерии, сухопутных войск. Больше никто этим не занимается. К сожалению, во времена реформ все училища, остальные были закрыты. Мы сейчас единственные и полностью перекрываем потребности рода войск, ракетных войск. Из школы, окончив школу среднего, можно к вам поступить или нужно? Есть два направления специализации. Это, соответственно, получение высшего образования. Это выходит у нас в итоге лейтенанты со званием лейтенант. И есть специальное, соответственно, среднее профессиональное образование. Там срок обучения поменьше. Если для получения лейтенантских погод нужно 5 лет обучаться, то для среднего специального образования срок обучения 2 года 10 месяцев. И в конце ребята выходят со званием прапорщик. Соответственно, там должности немножко пониже будут. Но тоже, соответственно, достаточно фундаментальное образование получает. А какой у вас отбор? Трудно поступить в ваше училище? Потому что здесь же нужно знание. Скажем так, в последние несколько лет в связи с повышением роли и статуса военного человека в нашей стране, конкурс сильно увеличился. По некоторым специальностям, как я перечислил их достаточно много, по некоторым специальностям в этом году конкурс был 5-6 человек на место. Но это же хорошо, когда отбор, значит, самые надежные и лучшие придут военные специальности. Что очень важно. Ну, у нас очень такая специфика, например, опять же, как внутри специальности. У нас даже внутри специальности применения подразделения артиллерии есть несколько направлений. Это артиллерия сухопутных войск, это артиллерия войск национальной гвардии, артиллерия воздушно-десантных войск, артиллерия морской пехоты. Соответственно, на вот последние две специализации конкурс очень большой, потому что они получают образование такое же, как в Рязанском десантном училище, не меньше. И прыжки у них есть, все. Плюс к этому знание всех видов и образцов артиллерийского вооружения, как нашей страны, так и зарубежной. Да. А профилирующие предметы, вот чтобы к вам поступить, это какие? Для нас это математика однозначно. Артиллерист, ракетчик, это прежде всего математик. А физика, химия, нет? Физика, конечно, при поступлении у нас идет в первую очередь математика, затем физика и русский язык. Ну, а спорт и все остальное, это само собой разумеющиеся. Да, ну если ВДВ или как, это обязательно, конечно, физические качества. Артиллерия воздушно-десантных войск и морской пехоты. Интересно, да. Петр Викторович, много желающих стать летчиками, пусть даже на вертолетах и все-таки. Вот из года в год увеличивается количество? Да, совершенно верно. Из года в год, слава Богу, увеличивается. В нынешнем году, по опыту приема в этом году, получилось у нас 3,5 человека на место. Да, то есть благодаря, может, вашему телевидению и так далее, средству массовой информации. Да и не будем говорить, что случай применения нашей авиации вы знаете где, не будем про этот сам. Поэтому очень и очень сейчас востребованы стали и профессия военного вертолетчика, она, конечно, стала востребованной. Вот мы сейчас готовим практически, наши кадры мы готовим для всех силовых ведомств. Все, что касается слова вертолетчик, это Сызринь, все, что связано с вертолетом. Ну вот именно ваше училище здесь, не знаю, может, вы и не согласитесь, но романтики больше все-таки связаны с небом, наверное. Ну да, неоспаримы. Да, романтики с небом. Да. Я знаю, что вы подготовили и привезли нам презентационные ролики по вашим учебным заведениям. Давайте посмотрим один из них, и я предложу вам прокомментировать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова КОНЕЦ Сейчас мы обсуждали вот этот ролик, действительно очень хорошо представлен. И даже вот Петр Викторович сказал, что артиллерия – бог войны. И вот хочется сначала узнать, в Петербурге где расположена Академия, чтобы ориентировать жителей Самары, которые, в принципе, из Израиля и Тольятти, которые тоже нас видят, и на Вакуишеской и так далее. На самом деле найти нас очень легко. Мы находимся в самом центре Санкт-Петербурга, буквально 500 метров от Авроры. Наши курсанты располагаются по адресу улица Комсомола, дом 22. Это юридический адрес. А там, где непосредственно курсанты проживают, это Литейный дом 4. Все знают Литейный дом 3 по сериалу «Улицы разбитых фонарей». А мы прямо напротив них, Литейный дом 4. Это самый центр Санкт-Петербурга. И вообще, конечно, учиться в Санкт-Петербурге – это особая такая ответственность. И плюсов очень много, потому что многие стремятся. Молодежь. Я хочу обратиться к телезрителям, сказать, что у вас есть такая возможность сегодня обратиться к представителям военных училищ, академий. Если ваши дети или вы сами, молодые люди, уже хотите обучаться в дальнейшем военных училищах, приобрести военную специальность, звоните, задавайте вопросы. То, что вас интересует, у нас прямой эфир. Я знаю, что вы готовите специалистов для ракетного комплекса «Искандер». Да? Единственное, по-моему, даже заведение учебное. Да, именно так. Единственное, опять же, заведение учебное, военно-учебное заведение, которое готовит специалистов по эксплуатации именно вот этих ракетных комплексов. В настоящее время очень востребованы эти специалисты. Практически за последние два года у нас прям бригадными комплектами принимаются на вооружение. Соответственно, техника. Техника у нас абсолютно новая, очень и очень современная. Вообще наш рот войск уже на 80% где-то, 60-80% как обновился. Все самые последние разработки, они все у нас. Поэтому и требуются ребята, которые соображают и в компьютерах, и в математике, и в физике. А по «Искандерам», сразу скажу, очень интересная специальность. Это специалисты, которые являются, скажем так, имеют фундаментальные знания в области гидравлики, электроники, электрихи, механики. То есть все, что необходимо для того, чтобы в полевых условиях запустить эту ракету, даже в случае сбоя, всему этому учат в нашей академии. Да, знания, конечно, колоссальные. Давайте посмотрим следующий ролик и обсудим его также. Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков образовано в 1940 году. За годы своего существования училище подготовлено более 18 тысяч летчиков, 60 из которых стали героями Советского Союза и России. Выпускники Сызранского летного несут службу во всех видах вооруженных сил, во всех уголках России. Профессия вертолетчика востребована во всех сферах деятельности. Выпускники Сызранского училища – Золотой фонд авиации Российской Федерации. Орляков учатся летать, он залетует шум при боях, Коза, как небо, голубой, ничем орляк не испугать. Орляков учатся летать. Орляков учатся летать. В нашем училище созданы великолепные условия для подготовки высококвалифицированных специалистов. Учебно-материальная база училища располагает новейшим тренажным комплексом. По последнему слову техники оборудованы аудитория и классы специальной подготовки. Профессорско-преподавательский состав имеет богатый опыт обучения пролапых защитников Родины. Большинство преподавателей имеют ученые степени и звания. Петр Викторович, ну что вы можете еще сказать? И так красиво, конечно, и мощно, и романтично, и, как вы сказали, глаза горят. А что нужно все-таки для того, чтобы стать курсантом вашего училища Сызранского военно-вертолетного? Во-первых, это желание. Желание молодого человека подняться в воздух. Мне кажется, у каждого с детства все время смотрит, летит самолет, летит вертолет, все равно юноша подымает глаза и видит это. И у него зарождается вот эта вот любовь к тому, чтобы подняться в воздух. Мне кажется, осуществить эту мечту можно действительно в нашем училище. Для этого созданы, ну, я не знаю, ну, все условия для того, чтобы, значит, он реализовал себя именно в стенах нашего училища. Во-первых, как уже сказал я вот по видеоролику, база, современная база. Подготовлен профессорско-преподавательский состав. Летно-инструкторский состав имеет высокую квалификацию для того, чтобы обучить, значит, полетам на вертолетах. Естественно, мы, принимая ребят, нам бы хотелось, чтобы они стремились к этому. Было желание. Желание познать именно новое, что-то, освоить новую технику. Сейчас идут такие вертолеты, сейчас показывали в ролике. Вы видели такие машины, как вертолет К-52. Ну, это знаменитый, если вы знаете по фильму, черная акула К-50. Вот это сейчас К-52. Сейчас показывали Ми-28. Это уже не вертолеты называются, а комплексы. А комплексы, они и требуют высокой уровня подготовки, чтобы эксплуатировать эти машины. Да, понятно. Ну, вот мы много говорим о том, что сегодня государство к военным повернулось лицом. И есть определенные социальные гарантии. Вот если выбирает человек, молодой человек военной специальности, то что он будет иметь? Дальше, вот с такого практичного угла уже ракурсом подойдем. Почему вот нужно не просто вот из своей мечты, да, вот стать летчиком, а вот еще что в жизни, что это даст еще в дальнейшем? Ну, после того, как он поступит к нам, уже он защищен. Защищен в каком плане? То есть на полном государственном обеспечении. И плюс после принятия, значит, контракта, подписания контракта на втором курсе, у него стипендии, будем считать стипендии. Зарплата это как-то, это студент военный, стипендия, в пределах около 12 тысяч. Но, если он учится на 4,5, ему еще 50% от этой добавляется. А если он еще сдает на высший уровень физическую подготовку, еще 75, вы представляете, какая у него в пределах, за 20 уже получается, на полном государственном обеспечении. Ну, после выпуска, единственное, мне кажется, для военных, то, что ему гарантировано, после выпуска, именно прийти в ту часть, куда он направляется. За ним закреплен вертолет, за ним закреплен экипаж, его ждет. Вот это самое главное, это гарантия. Ну, если социально брать защищенность, я скажу, государство нам в этом плане очень и очень сделало, ну, так сказать, большую помощь в том, чтобы, да, действительно, заинтересовать, чтобы шли вооруженные силы. Это социальная защищенность. Заработная плата довольно-таки приличная у летного состава. А еще, если он сдает летный состав, еще физическую подготовку на высший уровень, то получается около 20 с лишним тысяч только добавка зарплаты по сдаче физической подготовки. Ну, и плюс после выпуска, после выпуска, через три года, государство обеспечило ему приобретение в свою собственность квартиру по ипотеке. Пожалуйста, он приобретает в собственность. Это, знаете, это новое, но довольно-таки сейчас нашло свое, значит, это самое отражение в том, что, да, люди идут, видят, что, да, социально защищен, и члены семьи их защищены, и они сами. Ну, чтобы стать летчиком, нужны физические качества. Идет медицинский отбор же, да? Да, да. Вот я хотел бы обратить внимание как раз на медицинский отбор. По опыту проведения в нынешнем году, значит, освидетельствования, слабая по здоровью идет молодежь, и очень много были просто-напросто хорошие ребята с хорошими знаниями. Ну, будь ты обладаешь с хорошими знаниями, если у тебя нет здоровья, ты к вертолету не будешь допущен, к полетам. Поэтому нужно раньше заниматься физической подготовкой, здоровьем, и потом... Да, раньше. А почему? Потому что вот в нынешних у ребят, в нынешней молодежи созданы все условия. Было бы желание столько этих секций, пожалуйста, и бассейны, и лыжные базы, и так далее, и так далее. Пожалуйста, надо вести просто-напросто здоровый, подвижный образ жизни. Сейчас молодежь почему-то увлекается больше вот этими компьютерами. Надо отойти от этих компьютеров. Да, ну вот как раз представитель Череповца, радиоэлектроника, да? Да. Как раз, наверное, больше с компьютером. Вот сейчас у нас остался третий ролик, давайте его посмотрим, а потом вы расскажете о своем учебном заведении, которое представляете. Череповецкое высшее военно-инженерное училище радиоэлектроники – неотъемлемая часть не только Череповца, но и всей Вологодской области. Оно живет своей особой жизнью – военной. Это строгое соблюдение дисциплины, это высокий уровень образования и насыщенная в ней учебная жизнь. Живет училище по своим правилам. Так, например, каждое утро перед началом учебных занятий – построение. Так было, так есть и так будет. Военная жизнь хоть и особая, но она тесно связана с жизнью города и области. Эта жизнь интересная и насыщенная событиями. И многие из них стали событиями городскими и областными. Эта присяга проходит в Череповце на площади Металлорда. А выпуск молодых лейтенантов – это очень торжественное, но при этом трогательное событие для всего города и не только. Приезжает Череповец на этот праздник со всей России, чтобы поздравить молодых офицеров с окончанием вуза. Но до этого красивого момента – учеба. Пять лет. Вернемся в училище. Каждого, кто сюда приходит, встречает маршал Жуков. Памятников великому полководцу в России немного. И один из них – в Череповце, на территории военного училища. Памятник был торжественно открыт 8 мая 2002 года. Автор – череповецкий скульптор Алексей Щепелкин. Тоже очень все наглядно представлено. Ввиду особенностей нашей деятельности, просто здесь нет таких красивых кадров, как запуски ракет, но у нас проводится мощнейшая языковая подготовка. Мы готовим специалистов военного перевода, ну и гражданского, конечно же, по шести языкам основным. А перечислите их, пожалуйста, потому что это очень важно. Это английский язык, немецкий, китайский, арабский, персидский и турецкий в настоящий момент. А какой уровень подготовки? Сколько лет нужно учиться, чтобы выучить достаточно хорошо? В течение всех пяти лет в очень большом часовом объеме. Сразу начинают учить язык? Конечно. Поэтому требования здесь и первоначально, они поставлены высокие при приеме, но и продолжается эта подготовка в течение всего срока обучения. И получают наши выпускники не только дипломы инженеров радиоэлектроники, это, в общем-то, общегосударственный получается у нас диплом, но и диплом переводчика. Конечно, диплом высшей категории радиоэлектроника. Это же такая тоже специальная наука. Она сейчас везде применяется, и все работают только через нее. Плюс еще переводчик, и плюс еще водитель категории С. Конечно, это требование к любому офицеру. Категории С, да? Да, обязательно. То есть нужно прямо поступить к вам обязательно, чтобы выйти и с таким набором качеств и знаний. Ну и плюс еще есть возможность посмотреть мир. Да? А в каких случаях? Ну, конечно. Потому что очень многие наши выпускники служат и за границей. И дальше нельзя, так говорится. А? А дальше нельзя. Ну вот, видите. Значит, учатся пять лет. Дальше вот как складывается судьба? Где? Какие преимущества? Ну, сейчас система, в общем-то, она отработана, наверное, как и в любом военном училище. Это рейтинговая система. В зависимости от степени подготовленности выпускника, от его выпускных баллов определяется его дальнейшее место службы. И, конечно, я скажу, что служат наши выпускники по всей периферии и, конечно же, центральные районы нашей страны, то есть центральные города. Но я вам скажу так, что служить на периферии в районах Крайнего Севера это крайне престижно, потому что это большая добавка к денежному содержанию офицера. Конечно, это карьерный рост в том числе. И это все приветствуется на самом деле. Потому что здесь уже было сказано коллегами, что денежное содержание сейчас вполне соответствует тому, какие задачи выполняют наши военнослужащие. Это достойное денежное вознаграждение. Ну и плюс все остальные социальные гарантии. Это не только касается самого военнослужащего и его семьи. Это медицинское бесплатное обслуживание всех членов семьи. Ну и возможность, опять же, обеспечить свою семью и жильем, и прочими моментами. Да, а вот из практики. Ну, на слуху были случаи, когда вот, ну, несколько лет назад недовольство высказывали военные, что служили-служили, жилья нет, что-то там вот были проблемы. Сегодня это изменилось ситуация? Это проблема абсолютно решена. Говорите так вот, да, что будет жилье, а кто знает, будет? Ну, вот этот вариант ипотеки, о котором говорил мой коллега, я хочу отметить, что ипотека, это весьма понятие такое интересное для вооруженных сил. Военнослужащий своего кармана не платит ни копейки. Все эти взносы в эту систему делает Министерство обороны, то есть государство. Прослужив 20 лет, эта квартира достается абсолютно бесплатно военнослужащему и его семье. А, ну вот такое условие, прослужить 20 лет, вот это же тоже важно. Да, конечно. Здесь немножко уточнить, наверное, нужно. Дело в том, что через два года службы фактически любой выпускник училища может взять в ипотеку жилье, причем в любом месте Российской Федерации. Тогда может возникнуть вопрос, а если он служит на Дальнем Востоке, а взял квартиру в Санкт-Петербурге? Здесь решение такое, что на весь срок службы все военнослужащие офицерского состава обеспечиваются служебным жильем. То есть вы можете брать где хотите жилье, а служебное жилье по месту вашей службы вам будет в обязательном порядке предоставлено. Поэтому проблем в этом плане тут не возникнет. И плюс еще вот у меня почему-то такая мысль возникла, бесплатное медицинское обследование, обслуживание, оно тут тоже гарантировано военно. Это постоянно контроль со своим состоянием здоровья. А как говорится, здоровье это самое главное. И военнослужащие, и членов их семей. А еще и санаторно-курортное обслуживание, 25% скидки на стоимость путевок. Да, 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 да. Сколько плюсов. Но это все компенсируется, конечно, такой ответственностью, большой отдачей военной. Они не принадлежат только себе, они служат Родине. Это и ответственно, и почетно, и серьезно, и очень даже... И интересно. И интересно, да. Скажите, пожалуйста, я хотела, чтобы вы к абитуриентам, вот какие возможные абитуриенты сегодня сидят у экранов, смотрят, да, вот какие-то им советы, наставления, когда начинать, какие-то, может, заявления посылать, тестировать что-то, присматриваться к заведению. С чего начинать? Вот если человек вот сейчас посмотрел, вот выбрал заведение учебное в каком-то из городов и решил туда поступать, с чего начинать? Ну, давайте, наверное, я начну. Начинается все с того, что... Очень коротко, по минутке, на каждого три минутки осталось. Обращение идет в военный комиссариат по месту своего проживания. Документы до 1 апреля должны быть поданы, перечень можно уточнить, соответственно, в военкомате до 1 апреля. Как правило, прибытие для сдачи экзаменов в высшее учебное заведение это 1 июля. До 1 августа идет сдача экзаменов, вот, и, соответственно, после 1 августа уже начинается обучение. Курс молодого бойца и 1 сентября уже принятие присяги. Вот. Что касается, опять же, что сдавать, как сдавать. Для нашего училища особенность одна, но я думаю, она такая же будет и у остальных. В связи с тем, что техника абсолютно современная, в большей части своей секретная, в нашу академию необходим допуск к сведениям секретным. Поэтому документы... Да, ну давайте уже эту тему так... Немножко нужно это обязательно, потому что особенность. Документы нужно подавать как можно раньше, потому что военкомат дает запрос в органы госбезопасности, чтобы они успели проверить кандидата. Понятно. И до момента прибытия в ВУЗ он уже должен иметь допуск к сведениям, составляющим госбезопасности. А вот такие административные сейчас вот есть нарушения, они препятствуют поступлению в военное училище? Конечно, конечно. Препятствуют. Петр Викторович, несколько слов. У нас тоже самое. Вот я в коллегу как раз к 1 июля должны прибывать абитуриенты, но они проходят испытания. Первое – это врачебно-летная комиссия они проходят. После этого они допускаются к сдаче физической подготовки. После этого профессиональный отбор, и только после профессионального отбора они допускаются, значит, зачисляются в училище. Но самое главное, и я обращаю внимание, и вот в прямом эфире обращаюсь к ребятам, это здоровье. Очень важно. Здоровье. Требования высокие. Да. И Геннадий Викторович тоже несколько слов. Ну, я обращу внимание тогда на третий этап прохождения поступления в военное училище – это на профессиональный отбор. Товарищи абитуриенты, на сайтах Минобороны, во многих училищах есть примерные программы и тесты для прохождения профотбора. Очень много отличников, золотых медалистов, не проходят профессиональный отбор. Морально-психологические качества не всегда соответствуют тому, что надо. Да. Совершенно верно. Ну, у нас еще прям немножко совсем… Вот если бы вы не были военным, то что? Вот как завершить эту фразу? Вот лично вы… Ты был бы военным. Был бы военным. Да, я тоже был бы военным. Тоже был бы военным. Геннадий Викторович. Все мы там бы и были. Да. На самом деле. Это призвание, да, получается? Это призвание, это деятельность на всю жизнь, которую, в принципе, она всегда с тобой. Ой, спасибо за прекрасное завершение нашей программы. Удачи вам. Спасибо за то, что пришли, рассказали о своих учебных заведениях. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова